Если перейти от этого плавненько к взаимоотношениям России с Арменией и Азербайджаном, то я бы сказал, что в Армении начинают понимать, хотя Никол Пашинян вынужден играть, строить хорошую мину при плохой игре, потому что он еще не видит достаточных оснований, чтобы разорвать окончательные отношения с Россией. И он ждет, когда Запад доведет Россию до распада. Вряд ли он дождется на своем посту. Видимо, это будет приятным сюрпризом до следующего премьер-министра Армении. Я не знаю, кто это будет. Но для него это будет приятным сюрпризом, потому что Россия идет к этому. Теперь, что касается Азербайджана. Вы знаете, в Азербайджане ситуация такая, что у Илхама Алиева очень мало шансов продержаться у власти. С каждым днем этих шансов становится все меньше и меньше. И с каждым днем он все больше понимает, что Владимир Путин, даже если захочет, он может оказаться бессильным, чтобы спасти Илхам Алиева. Я сейчас не хочу останавливаться на конкретной ситуации, что может ожидать Илхам Алиева. Но для тех азербайджанцев, которые уверены в том, что Илхам Алиев является спасителем нации, я хочу привести такой пример. Что представьте себе, этот человек не раз и не два, обращаясь к азербайджанцам, говорил о том, что Азербайджану европейские стандарты и ценности не подходят. Почему? Потому что, ну, может быть, он и не так говорит, как я сейчас вам преподнесу, но смысл такой, что вся Европа и обе Америки, они погрязли в извращениях, в разврате. И, в общем-то, это не соответствует азербайджанским представлениям о культуре, о семье, об отношениях в семье, об отношениях между мужчиной и женщиной, и особенно между мужчиной и мужчиной, женщиной и женщиной. Я вам должен сказать, что Илхам Алиев и тут лукавит. Дело в том, что если сравнить всё происходящее в семье Алиева и Пашаевых, именно в семейной жизни, в частной жизни, и высокопоставленных чиновников в его правительстве, то у вас волосы с тем, что в Европе и в Америке творится. Вы не поверите, что Европа и Америка далеко отстали от того, что творится в частной жизни у Илхама Алиева, у его супруги, у его детей, в частной жизни, у его министров, у его руководителей корпораций, в том числе и нефтяной корпорацией. Если бы вы знали, что там происходит, у вас волосы дыбом стали бы. Да, безусловно, и в Америке, в которой я живу, и в Европе, безусловно, не всё в порядке с моральными ценностями. Безусловно. И тут разграть. Даже, может быть, даже, в общем-то, в извращённой форме. Но всё дело в том, что здесь об этом говорят открыто. Вы понимаете? На телевидении, в газетах пишут, называют фамилии. Все хорошо знают, чем занимался Билл Климптон со своим стажёром в овальном кабинете. Все знают, чем занимался Трамп в московской гостинице с помощью Владимира Путина и Эмилия Агаларова. Все знают, что то там, то тут, то в одном штате, то в другом штате возникают ситуации, когда обнаруживается учительница, которая спит со своим старшеклассником. И об этом пишут в газетах, называют имена, сажают за разврат и так далее. И, в общем-то, если бы доказали с Дональдом Трампом, он бы, конечно, не избежал бы импичмента. Но доказать это может только Владимир Путин, у которого есть эти записи. Это есть. И в Европе то же самое. Безусловно. Но дело в том, что в Азербайджане и, в частности, в семьях высокопоставленных чиновников творится то, о чём вы никогда не прочитаете ни в газетах, ни увидите по телевидению. Потому что всё это держится под большим запретом. И я вам должен сказать, что Эльдар Махмудов, который долгие годы был министром национальной безопасности, которого, собственно говоря, назначил на это должность сам Илхам Алиев, и этот самый Эльдар Махмудов не даст мне соврать, потому что у него есть уйма доказательств. Причём конкретных, документальных, и видео, и аудио доказательств того, что творится в этих семьях. И я вам должен сказать, что даже вот в том же 19-м, если я не ошибаюсь, году, пару лет назад, когда зять Илхама Алиева, муж его младшей дочери, попал в больницу, где его сшивали буквально по кусочкам после множественных ножевых ранений, которые он получил от собственной жены, от дочери Илхама Алиева, Арзу Алиевой. Весь Азербайджан знал, что происходит, приблизительно, не в деталях, конечно, но знал, что такие ножевые ранения может преподнести своему мужу только ревнивая жена на почве ревности. Но опять же, если бы это была бы обычная ревность к обычной шлюхе бакинской регулярной, она бы не вышла бы на такой вот семейный трагизм по Шекспиру, вы понимаете? Нет, конечно. Потому что в этих семьях привыкли к такого рода шалостям, когда развлекаются в горгиях, в притонах и так далее. И если бы это было бы так, то на следующий день весь Азербайджан уже знал бы имя той счастливой шлюхи, из-за которой пострадал, так сказать, Дон Жуан Нардаранского разлива, Самет Гурбанов. Сын, кстати, известного олигарха, московского олигарха Азербайджанского разлива. Так вот, как вы сами понимаете, как подсказывает логика, видимо, его застали в постели с женщиной, о которой нельзя писать. Мало того, с женщиной, которую нельзя выставлять. Мало того, с женщиной, которая сильнее Арзу Алиевой. Потому что она решила вымести всю злобу не на ней, а на собственного мужа, отца своих детей. Кто это может быть, догадайтесь сами. Скорее всего, это кто-то из ближайшего, очень ближайшего окружения Арзу Алиевой. Думайте сами и решайте сами. И вы очень скоро узнаете, а может быть, даже многие из вас знают, о том, что Арзу Алиева, в общем-то, семья распалась, и она теперь уже спит совершенно другим человеком. Это... Я не пытаюсь рассказывать тут сплетни вам, бакинские. Это не сплетни. Сплетни – это когда всё касается, допустим, меня, вас, частных людей. Но это... Речь идёт о главе государства, который читает вам мораль и учит вас, как одеваться, куда ходить, что есть, что одевать и так далее. Понимаете? А у него под носом творится вот такое. Вот о чём идёт речь. И спит Арзу Алиева сегодня с человеком, который практически вместе со своим двоюродным братом, возглавляющим нефтяную корпорацию Азербайджана, грабит вас повседневно. Грабит недра, нефтяные, полезные ископаемые Азербайджаны – нефть и газ. Грабит, вывозит за рубеж и делает на этом миллиарды долларов. Так вот, она спит с этим человеком, и я не уверен, что завтра она может этого человека после очередной дозы кокаина увидеть в обществе ещё одного члена семьи. Я не гарантирую этого. Я думаю, что этот самый Ализаде тоже не гарантирует этого. Потому что, вы понимаете, большие деньги развязывают людей. они делают их извращёнными. Если бы вы знали, с кем спит Ровнак Абдуллаев, вы бы удивились. Он спит со своим ближайшим другом. То есть, ему уже надоели женщины даже. Он, конечно, иногда балуется, но его тянет на мужиков. А говорят в Азербайджане другие ценности. Ровнак Абдуллаев говорит совершенно о другом. У него европейские ценности. Вы понимаете? Вот. Ну, зато это, пожалуй, после президента самый богатый человек в Азербайджане. Имейте в виду. Это ваши деньги. И вам решать. Это вот то, что касается ситуации с частной жизнью Азербайджана. И, по всей вероятности, Илхан Алиев распустил ближайшее своё окружение. Это касается не только членов семьи. В ближайшее окружение входят даже те, и прежде всего те, с которыми он делит грабёж Азербайджана. Которому он позволяет делиться, грабить и делиться с ним. Он распустил их до такой степени, что собрать уже ему не под силу. И в этом его отличие от Гейдара Алиева, чтобы вы знали. Оба, конечно, мошенники. Но один крупный мошенник и с мозгами. А сын получился совершенно бестолковый мошенник. И вот исходя из этого я прихожу к выводу, что Илхам Алиев прекрасно понимает, что вполне возможно его могут убрать свои. Убрать, чтобы занять место. Исходя из того, что завтра народ может подняться и привести на волне протестов человека с улицы, чтобы этого не произошло, может произойти очень кровавая схватка бульдогов. Именно там, в центре власти. Именно поэтому Илхам Алиев старается далеко не уезжать из страны. Вот такая ситуация складывается в Азербайджане. Теперь, если отвечать на те вопросы, главный вопрос был такой, что Илхам Алиев в общем-то говорит о том, что он был успешным бизнесменом. И поэтому заработал столько денег. И на этот вопрос уже отвечали многие. Многие политические лидеры Азербайджана. Я не хочу повторять все, что они говорят. Я вам просто скажу, что сегодня прошла новость. Если вы читали. Тельман Исмайлов, хозяин того самого чиргизовского рынка в Москве бывшего, он получил политическое убежище в Черногории. Черногория отказалась выдать его российским властям. И я на это обращаю ваше внимание не просто так. Тельман Исмайлов один из многочисленных людей, которые прекрасно помнят с какими трудностями финансовыми, трудностями сталкивалась эта молодая семья тогда, Илгама Алиева и Мехельбан Алиевой, которые нуждались буквально во всем, в одежде, в обуви. Иногда даже Мехельбан не могла уплатить свой счет в ресторане «Прага», который тогда принадлежал Тельману Исмайлову. Как она расплачивалась, я не знаю. Но я просто хочу вам сказать, что Тельман Исмайлов прекрасно помнит, как он предоставил из любезности, из уважения Кейдару Алиеву несколько контейнеров на черкизовском рынке, где в буквальном смысле за прилавком стоял Илхам Алиев и продавал женское белье, привезенное им же из Турции. И вот такого человека называть успешным бизнесменом я бы не стал, не торопился.